Александр Мишкин Масса Оно должно быть здесь, я знаю, должно, они прятали, я слышал. В наушниках затрещали помехи, через них пробивался хриплый голос. «Миша, помоги». «Вот найду то, что ищу, тогда и помогу». «Да где же?» Он пробивался через груду упакованных к отправке на землю контейнеров и пакетов. Модуль вмещал немного, и они знали местоположение каждого объекта. «Всё учтено, всё подписано». Но не эта штуковина, её спрятал ещё в начале нулевых Николаев. Им о ней рассказывали на секретном брифинге перед полётом, учитывая обстановку в мире. «Да где же она?» Голос в наушниках хрипел и продолжал просить о помощи. «Помоги, Миша». Ему бы закрыться, но нельзя. «Необходимо проверить, что случилось в японском модуле». «Он проверит, но без топешки он туда не полезет». «Да где же ты, мать твою?» В наушниках остались только помехи. Он оглянулся. Узкий проход из модуля. Прямая до развилки, закромождённая приборами, проводами и парой парящих в невесомости коробок. Ничего лишнего. Или кого-то. Тихо. Даже слишком. Но ничего. Он на короткой дистанции до люка. Закроет и ничего с ним не станется. Главное найти эту дубину и тогда будет спокойнее. Будет спокойнее. Голос Корнера раздался у самого уха. «Миша, помоги». Он вздрогнул. Отправил кулак в сторону звука. Ничего. Он всё проверил. Это не кислород и не отравление. С атмосферой внутри станции всё в порядке. Но он слышал голос. И видел, как из ябонского модуля выплыла человеческая кисть. Словно осьминог с извивающимися щупальцами мышцами, толкающими конечность вперёд. Эти помехи, голоса и то, что никто из ребят не выходит на связь, не откликается. «Да где же ты, сука?» «Где?» «Наконец-то!» Нашёл!» Рука нащупала рукоятку приклада. Из-под тонны коробок всплывал на свет ТП-82. Старый и древний, предназначенный для защиты при высадке в лесу. А после, на всякий случай. Трёхствольный, с прикладом-лопатой. Последнего не было, но это неважно. Боезапаса нет. Но, как ему говорили, три патрона дроби должны быть в стволе. Они просто обязаны быть. Иначе… Даже думать не смей. Никаких иначе. Он ещё раз обернулся. Прижал оружие к груди, как драгоценность. И прислушался к помехам в наушниках. Ничего. Пока. Патроны на месте. Выстрелит ли это рухлядь вообще? С ней хотя бы спокойнее. Ну же, ты же космонавт. Офицер. Возьми себя в руки. «Миша…» Опять голос. «Миша…» Сейчас я тебе помогу. «Дай только убедиться…» «Только дай…» «Это не может быть помешательством…» «Показатели в порядке…» «В порядке…» «Никаких примесей…» «Ни в еде…» «Ни в воде…» «Отставить страх и панику…» «Во всем нужно разобраться…» Он выплыл из модуля, держа оружие перед собой. Подплыл к приборной панели. Нажал на клавиатуру ноутбука. Выбил нужную комбинацию. Подтянул микрофон от наушников ближе к рту. Сказал… «Колин…» «Ван…» «Что у вас там?» «Вы меня слышите?» «Помехи…» «Нет ответа…» «Ребята…» «Мари…» «Тишина…» «Помоги…» «Кто это?» «Назови себя…» «Миша…» «Кто говорит?» «Помоги…» «Шум помех…» «Голос пропал…» «Ладно…» «Теперь нужно осмотреться…» «За все это время, пока он искал оружие, на него никто не напал…» «Значит, либо нападавшего, кто бы это ни был, обезвредили…» «И его действительно зовет раненый товарищ…» «Либо произошло что-то совершенно непонятное…» «В любом случае, необходимо выяснить…» «Он выдохнул…» «Ладно…» «Полетели…» «До поворота к японскому Киба прямая…» «Ему необходимо пролететь Зарю…» «Юнити…» «Дестини…» «И гармонию…» «Позади он уже оставил родную звезду…» «И летел через Зарю…» «Функционально грузовой модуль…» «Проговаривал про себя порядок действий…» «Пытался успокоиться…» «Когда он достигнет гармонии…» «Ему нужно будет повернуть налево…» «И проверить Киба…» «Там он видел руку…» «Она улетела к европейцам в Коламбус…» «Оборудование станции гудело…» «Он летел через светлый коридор ФГМ…» «Квадратный…» «Правильный…» «Чистый…» «Аккуратный…» «Под ногами пристегнутая аппаратура…» «Ящики…» «Коробки…» «Цилиндры…» «Убакованный скарб…» «Перетянутый клетками тросов…» «По бокам ячейки…» «С ручками…» «Протертые от бесконечного прикосновения…» «Он дотронулся до ближайшей…» «Подтолкнул себя вперед…» «Тут преобладал бежевый цвет с легкой желтизной…» «Налетом времени…» «Здесь было просторней всего…» «Тут ему было где развернуться…» «В конце сегмента у люка под упаковкой влажных салфеток…» «Он увидел, как в панель слева ударилась маленькая красная сфера…» «А за ней протянулся бисер из шариков поменьше…» «Дышать стало труднее…» «В груди издавило…» «Да что же там у них случилось?» «Он ожидал, что за цепочкой красных шариков последует еще что-то более кошмарное…» «Но больше он ничего не увидел…» «Стало чуть легче…» «Предстоящая встреча с чем-то в Киба вышла снова на передний план…» «Свет модуля слегка померк…» «Он услышал гулкий удар где-то в обшивке корпуса…» «Спокойнее…» «Все в порядке…» «Когда он отлетел к Заре провести запланированную проверку связи…» «Коллеги находились в японском сегменте…» «Он показывал всем фотографии новорожденной дочки…» «Он думал отложить осмотр…» «Но не ожидал, что задержится надолго…» «Система коммуникации дала сбой…» «И необходимо было отладить передачу сигнала к ЦУПу…» «Ничего сложного…» «Ребят отвлекать он не хотел…» «Вполне мог справиться самостоятельно…» «Только через пять минут он понял, что у него ничего не получается…» «И ему точно нужна помощь…» «Он полетел к остальным…» «И увидел плывущую в невесомости кисть…» «И вереницу красных бусинок за ней…» «Сколько прошло времени с того момента…» «Десять минут…» «Этот голос в наушниках…» «И молчание ребят…» «Никаких других шумов…» «Ни крика…» «Ни грохота…» «Ничего…» «Только гул станции…» «И помехи…» «У него был выбор…» «Ринуться сразу к ребятам…» «Разузнать, что произошло…» «Или же лететь за оружием…» «Он выбрал второе…» «Неизвестно, каким местом…» «Каким чувством…» «Но он решил, что случилось что-то, с чем голыми руками не справиться…» «Если кто-то из коллег обезумел настолько, что смог оторвать кому-то кисть…» «Он осознал, что решил проверить, не произошла ли поломка уже после того, как подумал о помешательстве одного из коллег…» «В то, что вред нанес человек, он поверил быстрее, нежели в несчастный случай…» «Вся его жизнь, образ мышления, убеждения повлияли на этот выбор…» «Что же…» «Остается надеяться, что он не окажется сбрендившим идиотом сам…» «И вместо того, чтобы мчаться, оказывать помощь товарищу…» «Он полетел за оружием…» «Но никакой поломки нет…» «Он проверил…» «На мониторе символы плясали в привычном ритме…» «Только связи не было…» «И ребята не отвечали…» «Какая разница, что побудило его полететь сразу к оружию…» «Учитывая все обстоятельства…» «Вариант с сумасшествием не кажется таким глупым…» «Он уклонился от сфер у Люка в американский модуль…» «Пролетел дальше в Юнити, соединяющий модуль…» «У американцев бусинок было гораздо больше…» «Ритм сердца участился…» «Отставить…» «Отставить…» «Ты космонавт…» «Это твоя работа…» «Вперед…» «Дестини…» «Американская модуль лаборатория…» «Повсюду провода и приборы…» «Настоящее месиво из техники…» «Ноутбуки…» «Тросы…» «Веревки…» «Пакеты и бумажки с данными…» «Хаос всевозможных приспособлений…» «Преобладание белого и синего…» «После тусклого ФГМ здесь ему становилось как-то веселее…» «Чувствовал себя бодрее…» «Но не сейчас…» «Система здравоохранения экипажа была под ногами…» «Красный крест на белом квадрате…» «На доске для пострадавших никого…» «А значит, ребята сюда не добрались…» «Значит, случилось что-то из ряда вон…» «Он коснулся синей рукоятки…» «Оттолкнулся…» «Оплыл дальше…» «Сферы пролетали мимо…» «Но он старался уклониться от них…» «Мазаться сейчас чем-то, что напоминает кровь…» «Не имело смысла…» «Некоторые капли все же попадали на форму…» «Цеплялись за шершавую ткань…» «Он пытался не обращать на них внимания…» «На шее в наушниках шипели помехи…» «С каждым метром пройденного пути…» «Сфера становилась больше…» «На светлых поверхностях капли смотрелись как болезненная сыпь…» «Он плыл мимо…» «Игнорируя новую раскраску сегмента…» «Впереди гармония…» «Участок с развилкой…» «Света в нем меньше…» «А сфер еще больше…» «Соберись…» «Ты должен…» «Должен…» «Гармония…» «Продолжение Дестини…» «Встретило его бисером красных сфер…» «Здесь среди кучи проводов…» «Ноутбуков…» «И фотоаппаратов…» «Они парили повсюду…» «Но плотность их была все же недостаточной…» «Чтобы образовать плотную завесу…» «Несколько капель коснулись лица…» «От чего его передернуло…» «Он отодвинул ноутбук…» «Оторванный от стены…» «Снова послышался гулкий удар откуда-то сверху…» «Свет потускнел…» «Еще метр…» «И он окажется у нужного поворота…» «Слева японский киба…» «Оттуда прилетела кисть…» «Наушники шипели…» «Станция гудела…» «А за углом…» «Он хотел верить, что все это галлюцинация…» «Он слышал чавкающие и булькающие звуки…» «Словно невидимые руки разрывали хрящевую ткань…» «И ломали кости…» «Как при разделке курицы или свиных ножек…» «Он продолжал двигаться к повороту…» «Преодолевая страх и ужас…» «Что же случилось с вами, ребята…» «Из-за поворота выползла особенно густая вереница сфер…» «Словно спираль ДНК…» «Она пронеслась мимо…» «Он коснулся крышки модуля…» «Подтянулся к проходу…» «И заглянул внутрь…» «В глазах потемнело…» «Тело перестало слушаться…» «Он открыл рот и смотрел…» «В тупике на противоположной стороне тела товарищей…» «И с ними происходило нечто ужасное…» «Пятеро его коллег были вместе…» «Буквально…» «Их тела…» «Он хотел кричать, но не мог…» «Ужас происходящего сковал его…» «Все свободное пространство в конце квадрата модуля…» «В тусклом свете…» «Среди проводов и техники…» «Занимали различные части тела людей…» «Руки…» «Ноги…» «Легкие…» «Лент и кишок…» «Парили рядом с центром массы…» «Невероятным уродом…» «Солянкой из человеческих запчастей…» «Он видел, как внутренние органы…» «Словно кубик Рубика…» «Перестраивались…» «Пытались соединиться…» «Большая часть необходимых и преобразованных внутренностей…» «Была на месте…» «И функционировала…» «Он наблюдал, как два спаянных невиданным способом сердца…» «Слышит кровь…» «Пульсирующую…» «Повывернутым наружу…» «Венам…» «И артериям…» «Кошмарная сила…» «Будто развернула…» «Трехметровые тела…» «В четырехмерное пространство…» «И переделывала их…» «Лепила…» «По известной…» «Только ей…» «Извращенной…» «Логике…» «Головы Вана…» «И Николая…» «Срослись…» «Вместе…» «Широкая…» «Оскаленная…» «Улыбка…» «Широкая…» «Улыбка…» «Музыса…» «Голубки…» «Цемена…» «У bild». «Ихтgen…» «Подив» «Посил « وال». «У bueno» шеи сочленялись с общим центром массы каждый разбросанный элемент связывался вереницей жил и мышц даже парящие в метре легкие набухали и сдувались по тонким отросткам бежала кровь к чудовищному резервуару все пары человеческих ног собрались внизу масса из крови мышцы плоти смешалась в переливающуюся кашу из которой без какой-либо логики и функциональности торчали конечности несчастных одежда лоскутами болталась под потолком ноги он не сразу обратил внимание что большая часть гениталий обоих полов находится в одном месте выше месива невидимый извращенный демиург играл гениталиями его товарищей как игрушками он пытался закрыть глаза вернуть себе контроль но не мог чудовищная масса состоящая из его товарищей преобразовывалась полотна кожи наползали на нелепые собранные в кучу органы над месивом ног и кишок розовая лента выползла из-за спины чудовища и как змея поползла вверх к сросшимся черепам ванна и николая гротескная пасть раскрылась и полоска заползла внутрь глазные яблоки друзей вращались с бешеной скоростью он слышал как от груды исходят рвотные звуки как рефлектор на одна из голов отвергает вползающую в нее плоть из-за чудовища выпорхнуло нечто с головы влада он видел канат позвоночника легкие и больше ничего но позади словно крылья растянулась красное полотно покрытое синими и набухшими венами взгляд друга был живее чем у остальных он поднял глаза к потолку и он проследил за ним среди хлама изгустков крови находился прикованный корнер от него тянулись тонкие голубоватые провода относительно целое тело еще напоминала человеческое но процесс разборки уже начался от джона медленно отсоединялись мышцы полосами выползала кожа свободно парили но не покидали своих мест органы американец был жив и он смотрел на него а рядом с его ртом болтался микрофон он открыл рот и в наушниках раздалось трескучие миша помоги масса словно отвечая на незапланированные действия одной из частей выпустила из-за спины монстра три пары красных и блестящих жгутов они гаснулись корнера начали заползать под кожу ползти вверх к паху корнер открыл рот из глотки выползли три похожих на щупальца белых отростка они начали изучать пространство вокруг двигались в мерном танце касались парящих капель крови наушники отозвались на своем месте как только змеи вернулись в чрево джон прохрипел снова помоги груда ответила по всему кошмарному телу прошла волна дрожи он видел как масса других жидкостей вальсировала словно материя в кольцах сатурна вокруг общей кучи как руки свободны от туши пытаются направить потоки в нужное и понятное только ей самой направление кошмарное и алогичное зрелище движение плоти истерзанных тел товарищей вызывающая тошнотворный ужас но такой завораживающий фантастичный он ощутил противоестественное влечение захотелось приблизиться прикоснуться во всем этом казалось есть какая-то прелесть смысл он подвинулся чуть вперед сверху истошно закричал корнер в последний раз миша помоги и тут он включился увиденное не может быть правдой он помешался он сумасшедший с оружием в руках что сейчас происходит в действительности не стоял ли он на самом деле на месте этой твари и не пытаются ли друзья его переубедить что он вообще знает о подобном нет он должен себя изолировать чтобы не навредить он опасен он сошел с ума должен делать что-то должен делать мысли путались он больше не уклонялся от крови шарики ударялись об него цеплялись за ткань оставляли следы где где он может изолироваться чтобы никому не навредить где какой кошмар какой ужас он не заметил как вернулся в зарю родной модуль прилетел сюда на автопилоте сверху на него смотрели циолковский королев и гагарин три пионера русской космонавтики он посмотрел в лицо гагарина юрий алексеевич улыбался в руках белая голубка такой молодой сильный смелый тело задрожало под глазами собрались слезы форма в крови в руках оружие кошмар вспышкой воспроизвелся в сознании его затрясло еще сильнее нет он не сошел с ума их проверяли перед вылетом они следят за собой на станции проходят постоянные проверки с ним никогда не случалось ничего похожего и с то же он космонавт летчик инженер ученый человек его психика не выдержала ужаса кошмара но это нормально ему повезло что он вообще смог оторваться от этого отвратительного зрелища и сбежать значит у него еще есть время и он должен делать свою работу он должен справиться должен ситуация аварийная следовательно необходимо действовать ему повезло что он поддался слабости и начал искать тпшку если бы он сразу отправился проверить что случилось стал бы он частью этого кошмара нет отбросить эти мысли за работу с чего начать что в таких ситуациях рекомендует инструкция связаться с супом невозможно связь отсутствует полностью резервные источники спутниковые он пробовал вещать на других волнах связываться с соседними спутниками из китайцами световой маяк бесполезен система не отвечает что-то блокирует не дает работать ничего не осталось он здесь один тот его словно током ударила радиолюбительский ретранслятор он оттолкнулся и двинулся к рабочей панели чуть не пролетел мимо успел ухватиться тпшка вросла в руку он посмотрел на нее разжал побелевшие пальцы оружие зависла начало медленное движение среди ноутбуков проводов камер трехствольный обрез казался инопланетянином чем же тогда кажется такаша из его товарищей он сжал веки стиснул зубы нет работой работой рука коснулась приемника рации внутренняя связь функционирует следовательно не все передатчики антенны неисправны ретранслятор может работать только проверить он включил приемник подтянул наушники покрутил реле послышались помехи давай хоть кто-нибудь супом не связаться не через репитер слишком простая техника небезопасная до следующей радиолюбительской связи еще три месяца найти энтузиаста да еще и передать информацию поверит ли кто-нибудь так нужно попробовать наших по старым частотам прошлой связи он подлетел к ноутбуку нашел протоколы прошлой связи нужные частоты школы университеты обычные ребята журналист попробовать стоит вернулся к репитеру настроил нужные частоты продолжил крутить реле ну же ну же через шум помех пробился голос мужчина прием мкс прием глаза заслезились руки задрожали мкс слушает как слышно кто говорит ворохов меня слышно миша да да миша это котельников что у вас там случилось мы на всех радиолюбительских частотах молодцы вова я не знаю связи нет экипаж миша что с экипажем что у вас там миша экипаж погиб я один связи нет повтори миша экипаж погиб я один как погиб что у вас там я не знаю это это как твою мать тебе объяснить миша миша помехи стали сильнее экипаж погиб помехи слышите прием вова помехи вова помехи он покрутил реле ничего перешел на следующую частоту ничего шипит и все да твою мать он заорал в приемник прием 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 вова прием ничего рука отпустила микрофон приемника все связь сдохла полностью он снял наушники подобрал другие для внутренней связи все тот же ворох помех никто не просит о помощи может он уже все вместе с той кучей кошмар стоял перед глазами может нет ничего может его больной разум нарисовал этот ужас а его товарищи просто погибли из-за неисправности в чем он хочет себя убедить что ему следует отправиться туда еще раз и убедиться это нужно сделать хотя бы для того чтобы понять распространяется ли это дальше по модулям меняется ли оно движется изолировать его закрыть проход из сегмента но еще выяснить почему пропала связь а для этого требуется осмотреть корпус станции ладно соберись давай вперед он похлопал себя по щекам подобрал оружие толку от него мало но с ним спокойнее твою мать по инструкции за ним должны прислать помощь подготовка и отправка займут достаточно времени но что если да нет бред какой то они не могли подвергнуться атаке инопланетян нет доказательств а эта хрень не доказательства тогда если на них напали нельзя чтобы сюда прислали еще кого-то ему повезло он не стал частью этого кошмара почему потому что находился в противоположной стороне от того места где были ребята возможно все началось оттуда но они не заметили ничего такого легкие толчки ничего необычного сколько прошло времени с момента фиксации полчаса а сколько с обнаружения им кошмара столько же он все еще цел а значит влияние нечисти распространяется не так быстро эпицентр в японском модуле необходимо убедиться что все так как есть если ужас реален он должен предупредить землю а для этого требуется понять что случилось системой связи хорошо но как он может все проверить через смотровые окна здорово он попробует но обзор ограничен нужно еще проверить камеры он подлетел к ноутбуку выбрал экран с камерами во всех квадратах внешних камер чернота они сейчас на темной стороне земли толком ни черта не видно вообще ничего не рассмотреть полная пустота что же тогда такое он вывел изображение с камер внутри станции с нарастающим беспокойством выбрал киба ничего камера не работает он посмотрел прямую до зари пусто ладно тут пока все в порядке но нужно осмотреть корпус на наличие повреждений если через смотровое окно он ничего не увидит тогда ему нужно будет выйти в открытый космос самостоятельный выход без данных без связи с супом это самоубийство нет если делать все согласно инструкции он далеко не полезет ему только взглянуть на японский модуль и антенны над зарей он выйдет посмотрит и вернется сбросить давление и открыть шлюз он может и без помощи цупа риск но он оправдан если на них напали если это инопланетная жизнь так влияет на тела людей он не может этого допустить пока он еще жив пока сам не стал частью кошмара он должен сделать все чтобы предупредить и не дать этой твари перемолоть еще его товарищей да осмотреть корпус станции через смотровые окна убедиться что кошмар реален и не распространяется внутри мкс случае заражения изолировать захваченный модуль выйти в открытый космос и проверить целостность антенн и обшивку японского модуля если через смотровые окна по какой-то причине не удастся так хорошо он сделал несколько глубоких вдохов и выдохов похлопал себя по бокам и ляжком давай давай ты сможешь давай ну оп шумом выдохнул воздух все пошел пошел у зари было несколько иллюминаторов для начала он решил заглянуть в них он подлетел к двум небольшим смотровым окошком темнота настолько глубокая поглощающая что окон казалось просто нет словно их вырезали из существующей действительности очертания блики стекла хоть что-то он должен был увидеть ладно есть еще в каюте есть купол он подлетел к каюте где они спали открыл двери иллюминатор пустота поглощающая все темнота невозможно они не могут быть накрыты чем-то это немыслимо где найти столько ванта блэк или же не могли же им выключить звезды и спрятать планету лучше бы это был кошмар и ему сейчас проснуться он погиб и попал в ад посмотрел на икону да нет в бога он давно не верит здесь что-то другое ладно есть еще купол на только он по дороге киба ничего судя по камере оттуда пока ничего не лезет там есть пульт управления камеры может с помощью них он и посмотрит на антенны станцию ладно полетели оружие в руках в голове полный бардак но дело делать нужно вперед он полетел вперед к модулю сша красные бисеринки уже долетели и до их сегмента несколько бумаг и пластиковых коробочек вращались в танце вместе с кровью его товарищей осторожным движением он убрал хлам продвинулся неспешно увернулся от сгустка освещение померкло гул оборудования стал тише он старался контролировать каждый вдох чтобы не проглотить один из шариков а микроскопических частичках пытался не думать добрался до unity впереди потемнело сильнее кошмара не видно не чего кроме алых сфер которых теперь еще больше в наушниках на шее помехи голосов нет спасибо и на этом сейчас налево в транквилити и вниз протиснулся через переход опустился в модуль купола вот они он на месте за смотровыми стеклами темнота ничего пустота он отпустил оружие рядом сам уместился у ноутбуков управления канадской клешней тьма за стеклом иллюминатора пугала она не была чем-то внешним казалось что она проникла внутрь стала частью конструкции купола он ощутил желание прикоснуться к ней не удержался протянул руку вздутые вены задрожали или ему показалось кожа начала шевелиться он увидел как под ней что-то копошится движется выше к предплечью нет нет отдернул руку в кисте ощущалось легкое покалывание но никакого больше движения тьма продолжала затягивать его желание прильнуть к ней начало нарастать с ужасной силой очнись он встряхнул головой легче не стало ему все так же хотелось прикоснуться к иллюминатору утонуть в бесконечной темноте он восхищался краской пустоты такой глубокий и насыщенный черный на земле у них есть нечто похожее ванта black его разработали как раз для них и военных и теперь нечто невиданное покрыло чем-то похожим иллюминаторы станции и возможно не только их сейчас он это выяснит он нажал нужные клавиши включил ноутбук мысль о прикосновении к тьме настойчиво пробивалась сквозь всевозможные блоки нет работать он должен комбинация клавиш таблицы запуски программ череда манипуляций и он вывел изображение с камер на экран твою мать во второй раз он чуть не потерял сознание та часть станции на которую выходили камеры была покрыта тьмой черный поглощающий материал он видел как субстанция расползается по белому корпусу соседнего модуля как она забирается на бледную клешню канадской руки его затрясло челюсть задрожала застучали зубы на них напали что-то внеземное оно расползается оно ползет прислониться к окошку окунуться будет спокойно и хорошо нет ему нужно отправить сигнал но он еще попробует кое-что сделать он схватил джойстик управления этой штукой он научился управляться в канаде канадцы были довольны что они русские не жаловались из-за холода и вспоминали хоккейные противостояния по или пивом видел бы его руководитель лям что он сейчас собирается сделать и как управляется дорогостоящей клешней брось прикоснись лучше к окну посмотри как прекрасна тьма нет он двинул джойстик рука заработала ему нужно было только проверить только убедиться что это возможно клешня плавно приближалась к темной массе мгновение и тупой конец руки коснулся нечто он попытался поддеть существо и у него получилось оно поддалось чуть отлипло от корпуса ну же еще чуть-чуть ласт удалось поднять на два метра рука не чувствовала особой нагрузки он видел это по показаниям но дрянь прилипла к клешне значит он сможет только если использует что-то для ее поднятия если эта штуковина заблокировала антенны ему нужно только сдвинуть ее и воспользоваться окном чтобы подать сигнал на землю он убрал руку от дряни вернул ее исходное положение имеет ли это смысл сохранять дорогостоящие оборудование она может ему еще пригодится поэтому пусть еще побудет если эта тварь не поглотит ее вместе со всей станции прикоснись ко тьме коснись ее рукой нет он оторвал руку от джойстика посмотрел кожа на обеих кистях стала переливаться вены извивались словно черви он почувствовал движение во всем теле здесь находиться опасно нужно идти дальше ему нужно убедиться в реальности кошмара и выйти в открытый космос он выбрался из модуля с куполом пролетел без помех транквилити и вышел напрямую в дастине американский сегмент коридор в хаосе приборов проводов и техники теперь с потускневшим освещением с кровью его товарищей который стало еще больше алые сферы курсировали повсюду переливались сталкивались жили он завис боялся пошевелиться вдохнуть бесполезный ствол тп-82 в руках у самой груди прижал как нечто родное близкое спасательный круг в бесконечном океане ему нужно убедиться закрыть по возможности модуль изолировать то что осталось не дать распространиться он должен должен толчок легкий плавный вперед первая порция капель коснулась лица отвращение ощущалось где-то позади усилия воли долг сотни часов подготовки только это позволяло ему двигаться дальше он старался совсем не дышать только сейчас осознал что не пытался даже отыскать защитную маску нарушил столько пунктов инструкции и благодаря этому остался живым не стал частью кошмара пока если с ним что-то случится как же они без него будут ведь не должны их забыть обеспечат нет гнать эти мысли нельзя о них думать только хуже сделаешь мысли о семье пробивались через всевозможные блокады но он держался многие часы тренировок он умеет сосредоточиться на деле малышка леночка анюта последний раз в живую он видел их два месяца назад а так они связываются часто общаются по видеосвязи ради них он должен справиться просто обязан нельзя о них думать не сейчас соберись делай свою работу делай кровь собиралась вокруг него облаком мелкие частицы прилипали к форме лицу покрывали похожим на испарину слоем самые крупные не больше глазного яблока мирно парили рядом он отогнал парочку стволом оружия чтобы не встретиться с ними лбом еще вчера он также играл шариком пюре а теперь благодаря поверхностному натяжению ему придется менять форму для очистки от стольких капель крови нет времени очистить кожу у него выйдет салфетками но вот с одеждой нет ее необходимо снять и надеть новую но об этом он позаботиться после сейчас убедиться попытаться закрыть модуль он долетел до развилки теперь необходимо усилием воли заставить себя заглянуть в киба он выставил ствол перед собой вернулся от крупной сферы вышел на прямой контакт с останками его товарищей кошмара расчленения больше не было его друзей не стало вместо тел той отвратительной вакханалии половину модуля занимала алого цвета масса она походила на громадный однородный сгусток пластичный и живой как вода поверхность нечто переливалась полностью заполняла собой все пространство игра закончилась его коллег преобразовали в нечто общее сумму вещества в наушниках раздался тяжелый голос вана миша миша ты тут я здесь ван миша помоги как вам как вам помочь помоги как вам как помоги бессмысленность разговора с призраком не казалось очевидной он ощутил странный прилив противоестественное желание коснуться массы шагнуть внутрь модуля и подойти ближе поверхность завибрировала и он не сразу осознал что из ее нутра к нему протягивается рука женская за ней последовало лицо обнаженное тело без каких-либо черт словно манекен лишенная глаз и рта только по выделяющимся округлым молочным железом он мог предположить что к нему выползает женщина новых голосов не последовало женщина выползла наполовину и застыла я семипалая рука тянулась к нему желание шагнуть и коснуться стало сильнее он крепче сжал оружие только какой в нем смысл если не окончить кошмар для себя самого отключить это присутствие ведь очевидно что эта тварь сделает его частью массы за телом женщины из плоти стали выползать новые гуманоидные формы каждая тянулась к нему но поражала своим видом и конструкцией он наблюдал мускулистые торсы мужчин с двумя головами без глаз но со скаленными в сумасшедшие улыбки ртами с тремя руками и набухающими волдырями по всему телу там были скалящиеся морды псов на тонких плечах детей ощетинившиеся костными наростами клешни лица с затянутыми белесой пеленой глазными яблоками рты беззвучно вопрошающие кричащие стенающие сотни конечностей разной величины и строения потянулись к нему из бездны плоти словно тысячи людей заполнили собой пространство в ужасающей давке десятки рук раздирали когтями соседей он видел как бледное лицо незнакомой девушки вырвалось дальше всех из давки как лица коснулись руки вырвавшиеся из массы указательные пальцы вдавили мутные глазницы засочилась кровь а дальше эти же руки разорвали лицо на две части обнажили алые кости черепа его глаза охватывали весь кошмар все происходящее разом протянутые конечности ломались и сгибались под неестественными углами открытые переломы закрытые кости и кровь кожа платье алые сгустки месиво безумие невыносимый отвратительный противоестественный ужас масса он не мог пошевелиться зрелище поглотило его полностью воля у него ее больше не было ступор сковал его руки сжимали оружие пальцы курок вид разорвавшегося на его глазах чрева одной из женщины послужил триггером он нажал на спуск выстрелил за следующее мгновение произошло сразу несколько вещей ему повезло что навстречу кошмару он вылетел боком и лежал горизонтально тп-82 он держал в руках и выставил к проходу в модуль но опустил ниже как если бы стрелял от бедра хват из-за наблюдения ужаса хоть и был сильным но недостаточно стабильным для удержания оружия увлеченный зрелищем он вплыл в сегмент как получилось что вероятно спасло ему жизнь когда прогремел выстрел его ладони отбросило в противоположные стороны от ствола а сам пистолет полетел в обратном направлении благодаря закону сохранения импульса его же швырнуло назад как если бы кто-то дернул прикрепленный к его спине трос он сделал пол оборота и ударился затылком об рабочую панель свет потух но через пару секунд он пришел в себя в ушах звенело ни дыма из-за отсутствия такой атмосферы как на земле ни самого оружия не было он ощутил резкую боль в ладонях предплечье и затылке на мгновение он потерялся но смог прийти в себя достаточно быстро тренировали их не зря наушников на шее не оказалось его хорошенько взбодрило кошмар потерял свое влияние гипнотический ужас отпустил он выстрелил в тварь произвел выстрел внутри мкс первый и последний раз в истории остался жив и не разрушил корабль возможно масса поглотила дробь и ни один из ее шариков не пробил корпус а ствол врезался во что-то что поглотила всю инерцию по крайней мере обшивка цела иначе он бы давно полетел в открытый космос повезло осознание случившегося придало ему сил плать встретила отбор но смотреть как она себя чувствует ему не хотелось нужно закрыть люк изолировать тварь пока поступить согласно плану не вышло стенки корпуса коснулась бледная рука а после показалось лицо с почти выпавшими из пазух глазами снизу сверху отовсюду из японского сегмента стали выползать кошмарные уроды масса начала движение и постепенно выбиралась из модуля он оттолкнулся и полетел сквозь хлам и кровь за спиной он услышал как масса начала издавать звуки словно пережевывает сочный кусок мяса брызгает слюной давится свет стал совершенно тусклым перебой из подачи тока лежит тварь так влияет на оборудование станции все эти вопросы проскочили в одно мгновение остались на задворках сознания сейчас им нет места ему нужно лететь спасаться и когда ужас позади окажется на достаточном расстоянии огородить себя от него хотя бы одним герметичным люком если это ему поможет на заре света совершенно не осталось он переодевался практически в темноте перепачканная форма парила в метре наскоро ему удалось стереть себя большую часть крови остальное размазал но справился закрыть люк получилось только с пятой попытки без прокладки просто как смог здесь он чувствовал себя в безопасности остановиться по дороге было немыслимо чавкающий звук не отставал от него на всем пути все тело дрожало голова кружилась но он продолжал натягивать костюм водяного охлаждения для скафандра он посмотрел в конец модуля люк оставался невредимым никаких звуков кроме затихшего гула оборудования и его собственного дыхания через минуту борьбы с собачкой он все же справился выдохнул с облегчением услышал как в метре от него зашипел репитер он его не включал связь сдохла а может мгновение и он уже был у приемника подхватил наушники и взял микрофон закричал прием я здесь вова я здесь через шум помех пробился хриплый голос помоги нет помоги пожалуйста нет 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 он отбросил микрофон голос продолжал просить о помощи рука коснулась репитера отключила голос продолжал вопрошать помоги помоги не помогу я вам ребята больше нет у вас но есть те кто сейчас на земле кого эта беда еще не коснулась алена нютка у него есть долг и он его исполнит наушники остались парить у репитера а он открывал дверцу скафандра подключал систему охлаждения к комбинезону хорошо что сегодня планировался выход все было подготовлено новые перчатки баллон с кислородом и сепарацию провели все проверили все через пять минут он болтался в скафандре перед люком на ремне было все необходимое карабины ключи щетка на всякий случай выход в открытый космос без поддержки цупа и товарищей все равно что игра в русскую рулетку только барабан не шестизарядные а где-то 12 шансов выжать больше но они все же не равны нулю за свою карьеру он вышел в космос достаточно суп ему был нужен только для формальностей но сейчас ситуация была критической он постарался взять самое необходимое чтобы очистить антенну от инопланетной сущности канадская рука смогла и он сможет учитывая что тарелки небольшие на заре их несколько все что ему требуется это выйти найти менее загрязненную очистить и связаться с землей перед выходом он проверил систему все настройки выставлены верно единственное отсутствие связи по логике если он выполнит задуманное все получится все обязательно получится обязательно а дальше что он будет делать дальше а дальше он выслушает указания вернется на станцию и переберется в союз и на нем покинет станцию и вернется на землю он дрожал внутри скафандра но мысль о том что он покинет станцию и вернется придала уверенности в наушниках тишина о помощи не просят его это даже удивило поначалу но разбираться в причинах затишь я посчитал вредным и сосредоточился на выходе выйти добраться до стрелы попытаться очистить антенну связаться с землей вернуться добраться до союза все все понятно а теперь в бой он влез в декомпрессионный отсек закрыл за собой люк пришлось повозиться с прокладкой руки не слушались он коснулся специальных клапанов для стравливания воздуха из отсека автоматика должна регулировать процесс но кто знает как из-за существа на поверхности она себя повезет он держал клапан готовился настоящая русская рулетка если произойдет сбой он умрет прямо в скафандре от декомпрессионной болезни он должен он уже делал это никакой проблемы никакой проблемы воздух выходил постепенно он ощущал как изменяется давление но не так как обычно ко всему остальному добавилось еще легкое сжатие которое он хоть и чувствовал но с трудом мог отделить от общей какафонии выходил он через модуль пирс союз состыкован с рассветом чтобы улететь ему придется вплотную подойти к закрытому люку которому вероятнее всего уже подберется тварь прежде чем восстановить давление он постарается убедиться что в сегмент не ворвался кошмар попытается как сможет иначе что иначе он поступит так как велит ему долг если ему придется остаться от этой мысли его затрясло сильнее протянутые искалеченные руки появились перед глазами нет у него получится он сможет иначе не может быть за мыслями он не сразу обратил внимание что декомпрессия завершилась приборы указывали что давление сравнялась внешним только когда он придал себе уверенности вернулся в реальность он заметил показания хорошо а теперь выход курок заведен давай пошел земля встретила его мерцанием золотых огней ночных городов но ему было не до красоты планеты он видел ее лишь периферийным зрением фрагментарно все внимание он сосредоточил на выходе ему повезло он вышел без каких-либо помех ватные руки цепляли карабин к специальным конструкциям он хотел двигаться быстрее но не мог выработанные рефлексы не позволяли совершать лишние и опасные движения чтобы избежать неприятностей он должен действовать осторожно он увидел нечто практически моментально как только закрепился на внешней стороне и осмотрелся рассвет заря все видимые части и солнечные батареи частично покрывались поглощающий свет сущностью казалось что субстанция удаляет из пространства фрагмента вещества в различных точках тонкие слои охватывали станцию не полностью выделяя ее на общем фоне он посмотрел выше над собой на родной модуль тьма окружала корпус сегмента обволакивая его но не смогла поглотить передатчики целиком белые тарелки нацеленные в землю выделялись из пустоты легкие словно паутина клякса существа касались их поверхности он присмотрелся усилители были запачканы черным твари не нужно было совсем поглощать антенну ей доставало небольшого касания она поглощает не только свет но и радиоволны он вспомнил что когда он увидел кровь его позвали на помощь связь еще было то короткое мгновение которое он потратил на поиски оружия пять драгоценных минут он мог сообщить сказать пять минут и тварь покрыла всю станцию он припомнил еще кое-что когда он отправлялся посмотреть что происходит в иллюминаторах под ногами можно было разобрать облик планеты неужели она в первую очередь блокировала связь от осознания стало еще холоднее чем было спускать воду и делать теплее времени не было стрела ему не понадобится хватит и щетки с металлическими ворсинками он очистит антенну и подаст сигнал должно быть просто а что насчет существо если она разумно и атакует разве она не помешает ему повезло что тварь не добралась до пирса черные струбья поглотили практически всю станцию где были люди до него дошло что темнота покрыла лишь те участки где находился он и товарищи ставшие массой плотью остальные части станции оставались относительно нетронутыми он присмотрелся все видимые антенны были подвержены атаке тварь но и тварь карабин задрожал в руке он посмотрел в пространство за станцией большая часть видимого звездного космоса отсутствовала он развернулся посмотрел на землю они ни о чем не догадываются с этой стороны сейчас ночь поглотившая часть станции сущность была лишь малой частью капли в море того что готовилось соприкоснуться с планетой атмосфера в некоторых местах загоралась алым он видел как многотонные капли пустоты падают на землю он должен предупредить успеть люди не должны пытаться выйти на контакт с этой тварью они должны ее уничтожить попытаться стало совершенно невыносимо отчаяние ужас сковали руки и ноги карабин не слушался он тяжело дышал качал бешеными темпами воздух нужно дышать в таких ситуациях нужно дышать у него есть запасной баллон все хорошо дышать он справится дышать он справится дышать в наушниках голос пробился через тишину прохрипел помоги заткнись помоги миша у него не осталось времени он сделал 6 глубоких вдохов и смог вернуть относительное спокойствие и ясность ума карабин послушался он передвинул его вперед стал продвигаться участок за участком он приближался помоги заткнись пожалуйста помоги я не могу не могу миша помоги ты сведешь меня с ума нет помоги до тваря оставался метр он посмотрел в пустое пространство справа от себя и почувствовал как хочет коснуться этого нечто окунуться в манящую пустоту понадобилось неимоверное усилие воли чтобы вернуться к антенне он снял с ремня щетку потянулся к передатчику и паутине из тьмы голос усилился стал стянуть громче помоги помоги сейчас помогу подожди к его удивлению паутина поддалась она прилипла к щетке и стала отдираться словно была из резины или латекса минуты и передатчик свободен только щетка оставалась во власти существо хорошо что не решился лезть руками помоги мкс отвечайте мкс на связи меня слышно слышим миша не присылайте помощь это атака на нас напали миша кто напал помоги инопланетная форма жизни сейчас она входит в плотный слой атмосферы это поглощающая свет масса помоги миша что с экипажем мертв помоги повтори миша что у вас там случилось он толком ничего не слышал тварь в наушниках кричала невыносимо оно воздействует на материю оно трансформирует плоть в единую массу оно вызывает кошмары показывает ужасы миша о чем ты говоришь кто напал тьма непроницаемая тьма по консистенции похоже на латекс или резину я сейчас с ней взаимодействую оно воздействует на мой мозг я слышу голос он просит о помощи не присылайте никого оно убьет всех не контактируйте это атака она сразу же атаковала наши средства связи день это она это она помоги 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 прошу разрешение вернуться на землю нет что отказано оставайся на станции наблюдай нет она убьет меня она сделает меня частью кошмара вы не понимаете жди дальнейших установок я не могу мне пришлось выйти в открытый космос я не могу она убьет меня помоги вы меня слышите суб я должен вернуться помоги помоги я должен вернуться ему что-то говорили но он ничего не слышал голос стал реветь в наушниках с неимоверной силой он не слышал своих мыслей не слышал цуб голова раскалывалась тело дрожало он потерял равновесие отпустил щетку упал во тьму руками мягкая жижа поддалась впустила его голос перестал греметь паутина вернулась к передатчику цуб замолчал тишина сбила с толку он видел свои руки наполовину в черной жиже она медленно обступала пальцы проглатывала как же красиво пустота поглощает материю бесконечно черный быть частью ничто не быть перед глазами образовались мелкие красные точки он ведь очистил форму тело их не должно здесь быть внутри что с ним происходит не может быть нет он уперся ногами в еще не зараженную тьмой поверхность станции потянул словно влез во что-то липкое и тягучее тварь не желала отпускать его а капель перед глазами становилось все больше минута сражения и он освободился масса мирно возвращалась в исходное положение он ощутил вибрацию в кистях и обоих предплечьях словно каждая их клетка перестала находиться на своем месте он пошевелил пальцами убедился что все еще может но каждое движение отдавалось в мозгу неестественным ощущениям чужеродности его конечности больше ему не принадлежали тварь инициировала их стала преобразовывать переваривать в удобную субстанцию нет нет он находился в прямом контакте с существом если бы не ткань скафандра воздействие было бы гораздо сильнее пока он был на станции под неполным покровом трансформация не могла перейти в активную фазу но сейчас больше не своими руками он коснулся карабина с боем через отрицание собственных рук смог отстегнуться обратимый ли это процесс или он обречен за полчаса плотный сгусток этой твари смог преобразить пять его товарищей в подтверждение своим мыслям он взглянул в ту сторону где должен был находиться японский модуль тьма пожрала половину станции он ничего не мог рассмотреть очевидно что с ним ей пришлось сложнее только выход на поверхность и прямой контакт позволили ей изменить его он не заберется обратно его руки ему больше не принадлежат обречен ли он с момента касания прошло пару минут кровяных сфер стало больше мошкарой они парили перед глазами бились об стекло скафандра движение коснулось предплечий щек груди все его тело словно обретала собственную отдельно от него жизнь тварь пытается поглотить его переработать но для чего зачем она хочет вернуть его обратно на станцию к остальным или она не может иначе сколько вопросов человечество задаст пока будет вести борьбу с тьмой ноги потеряли прежнюю чувствительность пока еще мог он присел и оттолкнулся что было силы достаточно чтобы отлететь подальше от твари но не совсем чтобы перестать лететь по инерции рядом со станцией подальше как только может его тело не достанется пустоте он не станет частью кошмара все зависит от того с какой силой он сумел оттолкнуться сколько ему понадобится времени чтобы отлететь от станции на достаточное расстояние 10 минут час использовать запасной баллон кислорода для усиления тяги бессмысленно он не сможет его открыть и удержать еще необходимо учитывать его положение вращаться ему точно не хотелось станция отдалялась он оттолкнулся достаточно чтобы за пять минут отлететь приблизительно на 200 метров он и дальше продолжит линейно двигаться в противоположном направлении а потом он думал что с ним будет потом когда прыгал он останется на орбите какое-то время будет лететь вместе со станцией в унисон а потом уже его труп вероятнее всего постепенно полетит к земле и сгорит он станет частью атмосферы неплохие похороны если подумать движение в руках и ногах не успокаивалось он ощущал как теряет свое тело теряет себя значит тварь запускает какой-то механизм в их телах или заражает перед неминуемой гибелью он все же оставался ученым теперь когда над ним не висит угроза слияния с кошмаром он может порассуждать обдумать случившееся тварь атаковала в первую очередь ту часть где было большее скопление людей затем отключила связь а после преобразовала в общую массу для чего возможно ли что для нее станция была неким аналогом сторожевой башни тогда не дать врагу сообщить о нападении разумно вероятнее всего в нападении на станцию нет никакой тактики возможно и в блокировке антенн тоже нет смысла того который хочет заложить он что для массы передатчик источник радиоволн питается ли она ими или же они ее просто раздражают он не сможет постигнуть этого в любом случае человечество не строила сторожевой башни а если пришелец и расценил ее таковой нападение уже началось если у них вообще шанс он посмотрел в пустоту перед собой станция была практически поглощена свет не отражался от земли только несколько бледных панелей обрамленные безграничной тьмой говорили о присутствии человека а за мкс ничего куда ни глянь пустота каков размер этой массы океана преследует цели зачем атакует разумно ли она ты видел кошмар что она показала тебе разве у этой твари может быть иное намерение кроме как нести смерть а что по сути ты видел что учитывая происхождение существа она могла понять в человеке она свело его коллег до уровня массы бульона это способ атаки или изучения сумеет ли нечто изучая попавшегося ей в лапы гуманоида осознать что значит слово любовь смерть боль или радость сколько представителей иных раз она вобрала до встречи с ними сколько мысленных конструкций образов мышления она получила каким будет самый простой язык понятный любой живой душе математика или движение материи ее совокупность химия физика что если для такого организма познаваемо только положение частиц что тогда она узрит в человечестве какие связи будут выделяться сильнее остальных если свести индивидуума к мясу упростить если убрать все лингвистические конструкции зависящие от языка его структуры мышления что мы увидим детерминированные процессы работу сердца почек легких у каждого создания на земле эти алгоритмы функционируют примерно одинаково за исключением некоторых флуктуаций но даже они не выделяются на фоне остального что только индивидуально для каждого связи в мозге количество серого вещества его атрофия или переизбыток что сущность подобное этой твари обнаружит значимого в каждом человеке наличие общего центра принятия решений органа без которого невозможно функционирование мозга что в нем вызовет интерес и обратить на себя внимание не самые ли плотные участки гипертрофированные вызывающие максимальный отклик всего организма что видел он в массе из его товарищей что показало ему существо и ему ли оно показывало все это ответ казалось был с ним все это время цепочка умозаключений которым он пришел не удивило его кошмары страхи секс вот самые мощные импульсы в человеческом мозге голод злость разочарование грусть все это меркнет перед страхом смерти гибели увечий что как нежелание спариваться продолжать свой род является одним из ярких движущих стимулов человечества философские споры длились множество веков но столкновение с внеземным существом такого порядка такого типа мышления выявила основные и значительные черты нашего вида ужас и секс вот что он видел осознает ли нечто что она обнаружила нашло ли закономерность обращаясь лишь к материи ее положению и вектору движения вероятно нет и скорее всего никогда не узнает только покажи в человек пока он существует так кошмарная масса ужасов и боли что смогла извергнуть тварь будет обладать тем смыслом тем предназначением которым он ее наделил для нее мы просто масса материя совокупность атомов кварков лептонов какая мотивация у такого существа объединение всего упрощение она знала что следует делать но разумно ли она разумно ли была атака на станцию она ведь неспроста выбрала самое населенное место не просто так выключила связь все это кажется разумным да но если свести все к уровню материи возможно это нечто преследует одну понятную только ему цель и очевидно что она сталкивалась другой жизнью она знает что необходимо делать чтобы чтобы особенные формы вещества не мешали ее цели для нее борьба существ за выживание лишь сопротивление всплеск на пути постижимом только ей если в ее планах упростить все во вселенной до состояния похожего на ее собственное то для такого монстра нет никаких моральных и душевных терзаний вся материя которую она желает преобразовать в понятную и правильную форму только для нее одной он увидел перед глазами тонкую ленту собственной кожи словно плоский червь она извивалась пыталась уместиться в свободном пространстве скафандра процесс преображения коснулся его и очевидно необратим преобразует ли существо все пространство земли саму планету ее жителей солнечную систему в одну сплошную массу сведет ли к простому или же ее интересует только живой субстрат этого он уже не узнает в первом случае его поступок не имеет никакого значения тварь упростит все к одному во втором все сводится приблизительно к тому же самому он покинет этот мир раньше чем его тело сгорит в скафандре но в конечном итоге все его существование сведется к простейшему к материи он словно освободился станция существо кошмар подавили в нем все самое доброе и хорошее что он так любил ради чего жил было ли это воздействие пришельца и распада или же перед смертью пройдя столь долгий путь и оставшись человеком он мог вспомнить только добро прильнуть к радости прошлого к тому что было и что пока еще есть и пока у него еще оставалось сознание пока его тело распадалось внутри скафандра он думал о близких малышка леночка красавица анютка мама вера папа володя серега колька малышев пушистый веслоухий боб шашлыки на даче у комарова солянка в офицерской столовой сейчас он был дома обнимал всех целовал улыбался и был счастлив и не было с ним до самого его конца ни ужаса ни страдания только покой и любовь что он был на москве